МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Космоса младшего. Подробности выясняли, какой мафиозный клан удалось создать Степану Черновецкому. Блокада с воздуха. Кто сорвал заседание в Раде с помощью дрона? Карманный нацбанк. Как клика Януковича доила его и сколько осело в карманах семьи? Потасовка с дубинками и слезоточивым газом в самом центре столицы. Стенка на стенку сошлись возле Дома профсоюзов. Кто и из-за чего с места событий вернулась Ирина Баглай? Кто за кого? И зачем пришел к Дому профсоюзов? Почему в ход пошли дубинки? Разобраться в дневной стычке в центре Киева было непросто даже самим участникам протеста. По словам сотрудников, все началось в 5 утра, когда в помещение кафе-каратель на первом этаже Дома профсоюзов ворвались неизвестные. На полшестого утра выбили стекла, зашли внутрь китушки порядка 50-80 человек. Тут находился помещение? Да, находились. Охранник находился, у него отобрали телефон. Не надо. Вывели, ну, выводили людей. Понятно, что, ну, бить никого особо вроде бы не били. Сказали, что все, наша смена тут закончена. Выходите. В полицию сотрудники кафе, как сами признаются, не обращались. Но полицейский патруль все-таки приехал, как оказалось, по вызову охранника. Мы выезжали сюда, патрульные полицейские. Тут был конфликт. Врань конфликт начебто был обладан, но люди разошлись. Никакого агрессивного и подальше там дей не было на момент прибыти патрульных полицейских. Другий выгодник, который сюда пришел, вы уже это сейчас видите. Вы видите, что тут уже было стягено больше сил. Уже ближе к полудню конфликт разгорелся снова силой. Подходы к зданию обнесли забором. Киевская власть вместе с профсоюзами готовилась начать демонтаж незаконной надстройки. Было требование к профсоюзам ограничить территорию забором, для того, чтобы с завтрашнего дня могла туда заходить строительная техника, необходимая для организации процесса демонтажа. Забор утром установили сами киевские профсоюзы. Помимо этого, представитель застройщика, который захватил первый этаж, также настроил два этажа незаконно, попробовал оказывать сопротивление еще ранним утром. Забор был повален. Митингующие в это же время возле Киевсовета предприниматели объясняют. Решили, что это рейдерский захват и пришли на помощь карателю. Мы так поняли, рейдерский захват. Оказалось в конце, что это Запорожье, с Донецкой области. Люди, которых был, нашли тетрадку, где им платят по тысячу гривен в день. А откуда вы, с какого города? Солчевска. Солчевска. Пришел человек, представился народным депутатом, сказал, что мы не тетушки, что, мол, мы здесь на законных основаниях и лица не закрываем. Сколько вам заплатили? Сколько неспоко. Сколько тысяч? Тысячу гривен. А ваша функция какая была? Ну, присутствует для количества. А! Функция столицы! Неизвестных находившихся в кафе полиция доставила в Шевченковское управление полиции. Их личности устанавливают. Мы их не затримывали, как такого процессуального затримания не отбывалось. Так как это предоставлено Криминальным процессуальным кодексом Украины, мы их доставили до управления полиции. Мы должны установить, кто эти люди, их методы, и отбирать у них пояснение относительно тех событий, которые там происходили. И, соответственно, уже после этого, следствия будут вызначаться и давать правую оценку их действиям. Перед началом стычки действия профсоюзов пришли поддержать и активисты, выступающие против кафе-каратель. Предлагают в помещении открыть музей Майдана. Я дружина Героя Небесной Сотни, Виктора Швеца, Тамара Швец. Родины двичьи были тут. Просили закрыть этот захід. Забегаловка-регаловка, чей под названием каратель. Завтра сообщают в Киевсовете, подготовка к демонтажу все же будет возобновлена. Согласно мартовскому решению высшего хозяйственного суда, подрядчик обязан был снести незаконные два этажа на Доме профсоюзов. Нарушение закона открыли также и кафе-каратель. Как объясняют в Киевсовете, здание до сих пор не сдано в эксплуатацию. Ирина Баглая, Андрей Кузнецов, подробности телеканал Интер. Найдены элементы и части оружия, из которого расстреливали людей на Майдане. Об этом сегодня в Фейсбуке сообщил генпрокурор. Фрагменты снайперской винтовки и автоматов Калашникова обнаружили в водоеме одного из парков Голосеевского района столицы. По информации Юрия Луценко, следователи ГПУ провели обыски у тех, кто пытался уничтожить стволы. Найденные в озере фрагменты оружия теперь станут очередным доказательством на судебном процессе. Дело на миллионы евро. Громкая коррупционная история с участием Степана Черновецкого, сына бывшего Маракиева, продолжает обрастать новыми подробностями. Где сейчас украинские мафиози? Как их прозвала испанская пресса? И что же будет с деньгами, которые отмывали в Испании? Елена Зорина с подробностями. Шила в мешке не утаишь. Коррупционная история, связанная с сыном экс-мэра Киева, поставила на уши и Барселону, и Киеве. Ее активно обсуждают в испанской и украинской прессе. Накануне появились фотографии ареста Степана Черновецкого. Это происходило почти в 100 километрах от Барселоны, в городке Сагара. Это фешенебельный курорт на берегу моря. А в украинском МИДе подтвердили четверо из 11 задержанных за отмывание денег и схемы с недвижимостью украинцы. Правда, никаких имен не называют. Сегодня мы побывали возле знаменитого японского ресторана, где происходили аресты. Теперь здесь нет дорогих иномарок, а само заведение закрыто. Вот что рассказал нам один из очевидцев тех событий. Полиция пришла и всех арестовала, задержала владельца ресторана и его сестру, но о других я не знаю. После этого правоохранители закрыли ресторан и опечатали. Дело с грифом секретно, но уже известно, задержанные в одном из полицейских участков Барселоны. Их судьбу решит суд, как и вопрос передачи в Украину. Полиция продолжает расследования и обыски. Сегодня же в СМИ просочились новые подробности. Якобы сын Черновецкого Степан содержится в общей камере без особых условий. А вот что рассказывают нам дипломаты. Неседавно мы отримали в оперативном порядке информацию от нашего генерального консула о затриманных случаях в sprawе сировой отмешивания грошей гражданины Украины. Переданы сьогодние у распорядования следственного суду города Барселона. Суда должна быть принято решение, какой предложительный запрос будет выбран для затриманных. Чи их будет отпущено для того, чтобы они наступны на судовое слушание. или все-таки будет оставлено кидвартой. Может быть, больше информации мы сможем дать уже завтра. Подделка документов, покупка недвижимости за деньги из офшоров. Но вот что интересно, чьи же это деньги, украинские или испанские? И что же будет с ними дальше? Речь идет, напомню, о 10 миллионах евро. Мы подали запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Возможно, ответы там скоро будут. Из Барселоны Елена Зурина Евгений Каминский. Подробности телеканала Интер. Равнение на пшенку. Портреты, предметы старины, деньги и оружие нашли дома у харьковского чиновника сотрудники прокуратуры. С обыском пришли к начальнику управления коммунального имущества и приватизации. В чем его подозревают? Расскажет Светлана Шекера. Портрет в образе Наполеона, старинные иконы, сабли, картины, монеты, кубки, элитный алкоголь и деньги. Все это сегодня нашли во время обыска у чиновника Харьковского горсовета. Обыск проводила прокуратура, расследуя уголовное производство, открытое по факту незаконного обогащения. Подчас допыта, сдобут доказы и показания того, что в течение четырех лет, с 12 по 15 год, службовец, укладывав договор о покупке и продаже с объектами коммунального майна, которые в дальнейшем были перепроданы в его домицы. Харьковчане в этом Наполеоне уже узнали высокопоставленного чиновника Владимира Солошкина. В горсовете он занимается приватизацией и коммунальным имуществом. За последние четыре года завладел шестью нежилыми помещениями в центре города. В Харьковском антикоррупционном центре рассказывают, по какой схеме. Сперва городскую недвижимость продавали подставным лицам за копейки. И уже у них помещение выкупала дочь Солошкина. Средняя цена за квадратный метр нежилого имущества даже в самом центре города 2,5-3 тысячи гривен. То есть по сравнению с рыночными ценами, ну это просто смешно. Например, последний один из вопиющих случаев на улице Пушкинская, между метро архитектора Бекетовой и Пушкинской, было продано меньше 2,5 тысяч за квадратный метр нежилого имущества. Сейчас эти шесть помещений сдаются в аренду. При этом сам чиновник в декларации о доходах за прошлый год указал, что заработал всего лишь 77 тысяч гривен. Это около 6,5 тысяч в месяц. Стоимость ценностей, найденных дома у чиновников, в прокуратуре еще подсчитать не успели. Следствие только началось. Максимальное наказание, которое грозит Солошкину, от двух до пяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Пока же он даже не задержан и не отстранен. В самой мэрии никаких комментариев не дают. Светлана Шикера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьков. Тысячу долларов за аренду земельного участка требовали у местного предпринимателя, депутат райсовета и мэр города Мена, член радикальной партии. Обещали, что смогут отдать бизнесмену в аренду гектар земли в пределах райцентра. Во время очередной сессии мэр убедил депутатов рассмотреть и принять решение об изготовлении проектно-технической документации участка, а после созвать внеочередную сессию для окончательного выделения земли в аренду. Взяточников сотрудники прокуратуры и СБУ задержали в рабочих кабинетах после того, как они получили свои гонорары. НАБУ по решению судов арестовало имущество подозреваемых по делу Укргаздобычи. Это десятки квартир, домов, земельных участков, автомобили и банковские счета. Всего на сумму 315 миллионов гривен. Но здесь не учтено имущество самого Анищенко, говорят в бюро. Что арестуют у него и когда, обещают сообщить отдельно. Напомню, нардепа подозревают в махинациях с продажей газа компании Укргаздобыча. Ну, скорее всего, хобби Анищенко не пострадает. Сегодня издание Бильк сообщило, что Александр Анищенко продал 40 элитных лошадей своему старому другу из Германии, бывшему тренеру украинской сборной по конному спорту Паулю Шокемеле. Анищенко, напомню, скупал лучших скакунов по всей Европе. Планировал создать украинскую конную команду. Очередное громкое дело на финишной прямой. И опять махинации с газом. На этот раз на Одесском припортовом заводе. НАБУ задержала первого заместителя главы правления нафтогаза Сергея Перелому и первого замдиректора ОПЗ Николая Щурикова. Подозревают их в растрате денег предприятия. По данным следствия, они через фирму посредника в прошлом году купили газ по завышенным ценам. Ущерб в результате этих махинаций 205 миллионов гривен. Грозит задержанным до 12 лет тюрьмы. А задержанных вчера по делу Януковича Курченко, экс-чиновников Нацбанка, обвиняют в государственной измене. Бывшему заму главы НБУ Алексею Ткаченко и экс-директору департамента банковского надзора Роману Яковлеву грозит до 15 лет лишения свободы. В Генпрокуратуре заявляют, это лишь часть уже задержанных по скандальному делу. Все подробности расскажет Алексей Пшемыский. Бывшего зама главы НБУ Алексея Ткаченко и экс-директора департамента по банковскому надзору Романа Яковлева подозревают в том, что еще в 2013 году они незаконно выдали кредит банку Реал, связанному с казначеем семьи Януковича Сергеем Курченко. По словам главного военного прокурора Анатолия Матиуса, чиновники шесть раз завысили стоимость имущества, которое банк предоставил в залог. За предыдущей с Курченко, они ввели в оману все руководство и весь склад Наглядовой Ради НБУ, подтвердивши, что заставного майна, который надавал на тот момент банк Реал, в размере, вистачает для того, чтобы им дать рефинансирование и стабилизационный кредит в размере почти 788 миллионов гривен. Так вот, этого заставного майна было всего на 200 миллионов гривен, а они дописали, в связи с другими людьми, что заставного майна есть миллиард триста. Незаконная выдача кредита в часть дела о теневых схемах Курченко-Януковича. Однако ни Яковлев, ни Ткаченко в розыске не находились, и более того, вероятно, даже не подозревали, что им грозит. По словам правоохранителей, они ждали, пока один из фигурантов дела вернется в Украину. И когда тут прилетел всего на несколько дней, чтобы продлить визу, его задержали. Тут же взяли под стражу еще одного чиновника. В ГПО отмечают, это не единственное задержание в этом деле. И теперь бывшим топ-менеджерам Нацбанка грозят уже куда более серьезные обвинения. Всем членам злочинной организации будет инкриминовано, крым всех экономических злочин, будет инкриминовано спивочность в складе злочинной организации в державной израде. Это максимальные термины по избавленной воли. И с 8 до 15 роков, ну это уже нарос отсюда. Учитывая тяжесть обвинений в генпрокуратуре, будут требовать взятия экс-чиновников под арест, а дело обещают передать в суд уже осенью. Алексей Пшемызкий, Вадим Сверидонов, подробности телеканал Интер. Бывший зам генпрокурора Виталий Касько при прежней власти работал в фирме Арцингер, которая активно участвовала в преступных схемах олигарга Сергея Курченко. Об этом в интервью одному из интернет-сайтов рассказал военный прокурор сил АТО Константин Кулик. Ссылаясь на результаты расследования австрийской прокуратуры, Кулик сообщил, когда стал вопрос о вызове в офшоры и в Европу денег Януковича Курченко, представитель млада олигарха предложил услуги киевской компании Арцингер. Именно она и разработала вместе с юристами Януковича и Курченко финансовые схемы вывода денег. Назначенный же после Майдана на должность зам генпрокурора по международным направлениям Касько, якобы сделал все, чтобы в Украину не было возвращено ни копейки зарубежных активов. По мнению Кулика, с результатами его расследования и связано открытое против него уголовное производство. Он отлично понимал, что я буду включен в состав группы по Курченко, отлично понимал, где какие следственные действия я планирую выполнять, потому что это все в телефоне обсуждалось. И то, что они именно в эти моменты приходились с повестками, с процессуальными действиями и следственными действиями, личный раз показывает, что они старались выполнить заказ, старались сбить меня с проведения определенных процессуальных следственных действий. И снова новое название на карте. Спикер подписал постановление о переименовании десятка районов городов и сел Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской и Закарпатской областей. По словам главы парламента, Украина завершила процесс декоммунизации. Наиболее резонансным стало переименование Кировограда в Кропивницкий и села Петровка Борзнянского района Черниговской области в Махновку. А Коминтерновский район Одесской области теперь называется Лиманским. Кто в Раде был, тот теперь точно видел все. До этого здесь были потасовки, драки, дымовые шашки, блокировка трибуны для нардепов Это вообще почти обыденность. Но вот летательных аппаратов сюда еще не приносили. Принесли, и он даже полетал. Зачем под купол беспилотник приносили? Что еще придумают нардепы, считая часы до отпуска? Подробнее Екатерина Лысенко. Снова сидящий протест у трибуны. Она то ли заблокирована, то ли окружена. Зато свободный президиум и настрой голосовать. Утро посвящают социальным законам и какие-то даже принимают. Решили, к слову депутата, что зарплату бойца МАТО теперь не будут учитывать при начислении суд с помощью их семьям. Правда, за это голосовать пришлось дважды. После социальных документов в Раде снова декоммунизация. Девчонки за речный привет. Я приветствую, коллеги. Мы прошли весь наш шлях. Мы давали необходимый период для угодления. Мы провели весь закон о предбачивании шлях по декоммунизации. Так часть нардепов радуется переименованию Кировограда. Спикер считанные минуты с подготовленным пакетом публично подписал постановление. Мы можем сегодня разом сказать, что Кировограду нет. Ведь сегодня это Кропивницк. В Кировограде были проведены общественные слушания. Даже был проведен местный опрос. И жители высказали свое мнение. В том числе против переименования Кропивницкий. Мы собираем команду авторитетных юристов. Будем через все возможные способы юридические, через международные суды отменять это позорное решение. А дальше по плану нардепов закон, касающийся нацкомиссии, ответственной за тарифы и их формирование. В Раде предлагали по-новому назначать все тех же членов регулятора. Но у Батькивщины замечания. И не столько к закону, сколько к нардепам. Сегодня были зафиксованы факты кноподавства. И церковь кноподавство отверто достало уже фракцию Батькивщины. И тут в парламенте появился аппарат, жужжащий и летательный. Запустили из гостевой ложи. Нардепы в зале одновременно и смеются, и дрон фотографируют, и тут же критикуют, мол, голосование сорвали их коллеги. А в Батькивщине уверяют, это лучший способ против кноподавов. По факту аппарат следил, как голосуют в зале. В итоге законопроект так и не приняли, отправив на повторное второе чтение. Мы зафиксировали неоднозначную ситуацию законодавчую и через свои амбиции не проголосовали очень важный закон. Сегодня уряд остается без макроэкономической помощи. Это антикноподавство, очень эффективное. Этот метод самый демократичный, который фиксирует видео. И это видео может видеть каждый. И это видео есть наиболее, наиболее, с лучшей точки, дает возможность видеть, где голосуют неперсонально. К вечеру страсти в зале поутехли. Уже без аппарата на РДП снова взялись за повестку дня. Как-никак, предпоследний день перед каникулами. Может, кто-то уже поехал, а кто-то собирается поехать. Но, я думаю, все-таки, мы должны продолжить работу нашего парламента. Можно закрывать сессию, и будь-коли открытая. И можно не закрывать сессию, и не забраться. Это штучное вопрос. Даже если бы парубей хотел нас забраться на один неделю, не будет депутат в зале, потому что у него сейчас нет возможности обязательствовать депутатов прийти. Никто не может зателефоновать депутата, особенно мажоритарщику, особенно миллионеру, особенно с приватным чартерным рейсом, и сказать, что прилетает на голосование. Депутаты не заслужили на отдых. Это не только я считаю, это вся страна так считает. Но депутаты сегодняшнего, последнего голосования показывают, что даже в штатном режиме парламент не работает так, как надо для людей. Как раз потому, что живет какой-то собственной внутренней политической жизнью. Завтра у нардепов рабочий день, но если залы соберется, то только для того, чтобы послушать правительство. Следующий раз по плану заседания в парламенте в сентябре. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то самые высокие шансы попасть в Раду у партии «Оппозиционный блок». Ее поддержали 15,5% респондентов. Такие результаты опроса обнародовал Центр социсследований «София». Вторая в списке «Батькивщина» с рейтингом в 13,5%. У «Блока» Петра Порошенко – 12,5%. Войти в пятерку лидеров могут также «Самопомощь» и «Радикальная партия». Таким потужным фактором, зовнішнім, примусовым, до достроковых парламентских выборов, могут быть две обставины. Какие загострения политической ситуации, а также загострения социально-экономической ситуации. Действительно, очікується восени, что люди більш повною мірою відчують от нового тягу нових тарифів. Восени традиционно, сезонно відбувається подорожчання продуктів харчування. Также на вопрос, в каком направлении развивается Украина, свыше 42% опрошенных ответили однозначно в неправильном. Еще 33,5% не столь уверены, но согласны с такой позицией. И только чуть больше 17% считают курс развития верный. А более 6% респондентов ответить затруднились. Незаконная агитация, изолированный сервер и туристы на выборах. Все это о промежуточной кампании Верховную Раду по округу номер 27 в Днепре. Какие еще нарушения фиксируют наблюдатели и ждать ли провокации в день выборов, расскажут наши корреспонденты. В этом помещении райадминистрации в Днепре находится окружком номер 27. Его члены заявляют о беспрецедентном решении руководства комиссии. Сервер, с помощью которого вносят результаты голосования в систему выборы, перенесли из помещения кружкома в отдельную комнату. На первом этаже, за решетчатыми окнами, где примитивно можно просто подавать протоколы, переписывать и так далее. То есть мы не сможем отслеживать путь протоколов пицунковых и дельничных выборчих комиссий. Вторая проблема, о которой говорят в Днепре, нашествие в избирательные комиссии людей из других регионов. Таких насчитали уже более трехсот на несколько десятков участков. Заезжие члены участковых избирательных комиссий, они будут либо не замечать вбросы избирательной документации, либо прямо способствовать данным фальсификациям. У них не будет возможности сфальсифицировать эти выборы. У нас достаточно будет мобильных групп юристов, у нас достаточно будет наблюдателей, кроме наших наблюдателей будут еще наблюдатели европейские. Одно из нарушений уже подтверждено в суде. Днепропетровский окружной админсуд признал неправомерными вот эти билборды, где один из кандидатов изображен с мэром города. Нельзя залучать, привлекать к своей избирательной кампании в качестве, например, агитации должностных лиц органов, в том числе органов местного самоуправления. Судом было предоставлено решение, что действия Рычкова и Татьяны Борисовны, как кандидатов в депутаты, противоречат закону. ЦИК на основании решения суда может вынести кандидату предупреждение, но не более того. Эксперты же накануне дня голосования публикуют результаты последних опросов. Согласно данным Международного аналитического центра социологии, разрыв между лидерами гонки около 10%. И это несмотря на недавнее решение снять свою кандидатуру представителя от партии «Укроп». Произошел определенный переток в пользу Татьяны Рычковой, голосов избирателей, однако некоторый прирост поддержки Татьяны Рычковой оказался недостаточным, явно недостаточным для того, чтобы приблизиться к рейтингу Загида Краснова. В то же время эксперты уверены, ключевую роль в день голосования сыграет явка избирателей. Если кому-то из кандидатов удастся оптимизировать, активизировать свой электорат, за счет этого повысить явку и за счет этого получить прибавку в голосах, то тогда это будет решающее действие. Пока эксперты прогнозируют явку достаточно низкую, как для выборов народных депутатов. Чуть более 40%. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Джон Керри в очередной раз направляется в Москву. Каковы основные темы переговоров и в каких вопросах Вашингтон и Москва могут достичь компромисса? Данил Русаков продолжит. В преддверии запланированных на сегодня переговоров госсекретаря США Джона Керри с Лавровым и Путиным в американской и российской прессе появилось множество догадок, что вообще собираются обсуждать. Таких встреч уже было немало, однако какого-либо прогресса никто не заметил. Удастся ли его достичь сейчас? Из многочисленных релизов следуют. Основных тем по-прежнему две. Это Минские соглашения, а именно их выполнение. Напомним, мировые политики не раз упрекали Москву в нежелании их соблюдать. А также Сирия. Здесь конкретики побольше. Официальный Вашингтон обеспокоен активностью сирийской военной авиации. По неподтвержденной пока информации от Москвы могут потребовать повлиять на Дамаск. Цель сократить количество вылетов воздушных сил Башара Асада. Еще одно требование США наладить оперативный обмен информацией о расположении боевиков Джабхат Ан-Нусры и Аль-Каиды. По данным издания Вашингтон-Пост, в Москву везут восьмистраничный документ. В нем предложение наносить совместные авиаудары по позициям ИГИЛ. Впрочем, сам Керри накануне отказался комментировать наличие такого проекта соглашения. Издание также отмечает, в качестве плана Б в США рассматривают и масштабную операцию против сил Асада с участием войск Саудовской Аравии. Но идти на открытую эскалацию, как полагает автор заметки, в Белом доме не очень хотят. Дальнейшие действия американского правительства, считают журналисты, напрямую связаны с результатами переговоров в российской столице. Напомним, несколько дней назад Москва выдворила со своей территории двоих сотрудников американской дипломатической миссии. Месяцем ранее на аналогичный шаг пошел и Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента Песков встречу Керри с руководством московской администрации также прокомментировал. По его словам, набор тем, а именно Украина и Сирия, достаточно предсказуем. Перспективы встречи Песков, впрочем, оценивать не стал. Сам визит сопровождался в американской прессе чередой так называемых сливов. В частности, шла речь о попытках убедить Дамаск воздержаться от атак на вооруженную оппозицию. Данил Русаков, Сергей Ведмить, Московское бюро, телеканала Интер. Поговорили, но к согласию не пришли. Заседание Совета Россия-НАТО, которое состоялось накануне в Брюсселе, завершилось безрезультатно. Сторонам не удалось сблизить позиции по главным темам встречи. Это ситуация на востоке Украины, выполнение Минского пакета и решение Альянса усилить оборону своего восточного фланга. В итоге, проговорив три часа, Брюссель и Москва договорились встречаться еще. Дата следующего заседания Совета, впрочем, пока не приледена. Налаживание отношений между ЕС и Россией займет время. Такое мнение высказала сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и назвала причины, которые мешают этому процессу. Заявление Меркель сделала во время визита в Кыргызстан, после того, как президент страны Алмазбек Атамбаев пожаловался, что санкции, введенные Евросоюзом против России, негативно влияют и на экономику его страны. Вот что сказала Меркель. Аннексия Крыма и тот факт, что Донецком и Луганском управляют сепаратисты, осложняют процесс переговоров. Мы все едины в том, что проблемы должны быть решены дипломатическим путем. И знаем, что иногда это занимает время, а не мало. Но если все участники проявят волю и желание, то мы справимся с этим. И тогда сможем больше сосредоточиться на других темах. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Эффект тарифного домино. Еще два города отказываются платить по новым платежкам. Брачные концы в воду. Верховная Рада решила не портить паспорт лишними штампами. Президент Украины с официальным визитом в Азербайджане. Сегодняшний день был насыщенным. Петр Порошенко посетил Меджлис, встретился со спикером, пообщался с азербайджанским премьером и украинской общиной Баку. Но главное переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым. Во время встречи ТТТ лидеры двух стран договорились возродить проект Одесса-Броды для транспортировки нефти, обсудили сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта, а также военно-технической отрасли. Украинская и азербайджанская стороны подписали несколько межгосударственных документов. Мы обсудили все эти вопросы и дали очень серьезное поручение. Я не сомневаюсь, что в результате их выполнения наши страны станут еще ближе и увеличатся товарооборот. Одним из самых перспективных проектов, как сказал Ильхам Гейдарович, есть постучание до Азербайджана украинских транспортных летаков Ан-178 и в будущем спильное производство этих летаков, в том числе и на территории Азербайджана. МВФ не определился с датой рассмотрения вопроса о продолжении сотрудничества с Украиной. Совет директоров планировал провести заседание в начале июля, но его перенесли для дополнительного изучения деталей. Если успеют подготовиться, вопрос могут обсудить еще до 1 августа, начало двухнедельных каникул. Если нет, то это произойдет уже во второй половине августа. Директор департамента коммуникации МВФ Джеффри Райс отметил, что переговоры с Украиной близки к завершению и второй пересмотр нового транша не требует принятия каких-либо законов. В Херсоне прошел антикризисный форум оппозиционного блока. Делегаты из южных областей страны обсуждали, как вывести страну из политического и экономического кризиса. Прежде всего, по их мнению, нужно обеспечить стране мир. Жестко раскритиковали делегаты реформы властей в части децентрализации. Уверены, они приведут к банкротству населенных пунктов с небольшими бюджетами. А в Верховную Раду, собравшиеся, направили обращение с требованием повлиять на ситуацию с тарифами. Нужно менять власть в результате демократических перевыборов. И новая власть обязана решить эти вопросы и по восстановлению экономики, ориентации экономики на созидание, а не на проедание кредитов, и однозначно на снижение тарифов. Тарифы на газ и на все коммунальные услуги обязаны быть пересчитаны. Во-первых, они действительно экономически необоснованы. Почему в цену на газ включен только импортный газ? Мы в полном объеме добываем украинский газ. Именно его нужно учитывать для расчета цены для населения. Обращение к парламентариям и к обмину по вопросу цен на услуги ЖКХ приняли и депутаты горсоветов Житомира и Львова. Таким образом, они поддержали тарифный флешмоб вслед за Днепром и Киевом. Напомню, здесь местные депутаты проголосовали за введение моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов. Считают, до повышения минимальных зарплат и пенсий поднимать цены для населения неконституционно, а штрафовать жителей за неуплату попросту незаконно. Мы требуем, первое, проведение моратория на увеличение с 1 линия 2016 года тарифов на житлово-коммунальные услуги и улучшение социально-экономической ситуации в стране и установление прозорого механизма цены. Другое, заборонить стягивать из населения пеню за несвоечасную сплату за коммунальные услуги. Вести мораторий на повышение коммуналки по всей стране требуют в оппозиционном блоке. Такое заявление сегодня появилось на сайте партии. Ее политисполком предлагает рассмотреть этот вопрос в советах всех уровней, чтобы, процитирую, заставить власть услышать людей и отменить грабительский рост цен на коммунальные тарифы. Цены росли и раньше, говорится в заявлении, но после подорожания с 1 июля почти в два раза отопление и горячей воды большинство просто не сможет их оплачивать. Мы инициируем среди всех местных органов власти, где есть наше лидирующее положение, объявление моратория на уровне городов, сел, районов. Мы считаем, что таким образом мы затормозим и заблокируем этот абсолютно неоправданный грабительский и драконовский тарифообразование. Изменник родины или узник совести. Сегодня Ивано-Франковский апелляционный суд решал судьбу журналиста Руслана Кацабы, которого полтора года назад арестовали по подозрению в госизмене и препятствовании мобилизации. Прокуратура требовала жесткого наказания. 13 лет лишения свободы с конфискацией. Каков окончательный приговор в нашем сюжете? Судебный зал Ивано-Франковского апелляционного суда. В сопровождении конвоя заводят Руслана Кацабу. Он жалуется на плохое самочувствие, глотает таблетки, нервничает. Это оттиск, стандартные таблетки. Но они дают документы, думаю, что они немного неадекватно выглядят. В СИЗО Кацаба провел 524 дня. Его антимобилизационное видеообращение прокуратура расценила как государственную измену и требовала приговорить блогера к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но в мае 2016 суд первой инстанции признал его виновным только в препятствовании ВСУ и приговорил к 3,5 годам тюрьмы. Прокуратура и адвокаты подали апелляции. В начале заседания судья-председатель объявил самоотвод. Сообщил, он переселенец из Луганска и не хочет, чтобы кто-то подвергал сомнению его объективность. Но посоветовавшись, коллегия судей самоотвод отклонила. Прокуратура настаивает, действия Кацабы не что иное, как государственная измена. И ходатайствует заново опросить всех свидетелей, а это 43 человека. Прошу ухвалить апелляционный суд Новый Вироб, призначит ему остаточное покарание, так как мы сходим той позиции, в которой мы занимались судья первой инстанции, за сукопительностью злочиней, 13 лет в позбавлении войска. Адвокаты Кацабы считают, что тот полностью невиновен. После дебатов судьи удаляются в совещательную комнату и через час выходят с приговором. Все обвинения и в госизмене, и в препятствовании ВСУ сняты. Кацабу освобождают прямо в зале суда. Если вы верите, то все получится. Будет ли прокуратура опротестовывать решение суда, пока неизвестно. Гособвинители спешно покинули зал, проигнорировав журналистов. А вот сам Кацаба заявил, намерен добиваться материальной компенсации за полтора года, проведенной за решеткой. Анна Демиденко, Жанна Дудчак, Зиновий Автонас, подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. Серьезные бои идут на Мариупольском направлении. В штабе АТО говорят, что это сейчас самый напряженный участок фронта. За сутки 37 обстрелов. На прямой связи со студией наш военный корреспондент Вениамин Трубачев. Вениамин, я тебя приветствую. Ждем от тебя самые последние сводки с линии фронта. Алексей, боевики обстреливают позиции военных в Широкино. Взрывы слышны даже в Мариуполе, который находится в 30 километрах от линии фронта. Применяют в основном гранатометы и минометы. Ведут огонь из пулеметов. Но на такие провокации военные стараются уже даже не отвечать. Настолько они стали регулярными. Напряженная обстановка и в районе захваченного боевиками Коминтерного. Военные там говорят, что противник на линию фронта стянул тяжелое вооружение. И каждую ночь стреляют. Речь идет не только о минометах разных калибрах, но и ствольной артиллерии. Все эти орудия запрещены минскими договоренностями. Как часто стреляют? Часто стрелять начали. Чуть не каждый день. А таких разрывов богато? Вот вам один, по полям не лазим. Потому что много упало и не взорвалось. Вот вы видели последствия очередного обстрела. Все поле в воронках. Глубина некоторых из воронок больше метра. Бойцы показали мне осколки от снарядов и мин. Эти смертоносные куски металла сейчас разлетаются там повсюду. Военные говорят, ответить им на эти обстрелы в принципе нечем. Часто приходится просто прятаться в блиндажах. Все эти артиллерийские обстрелы происходят в основном ночью, когда на передовой нет международных наблюдателей. Они не могут зафиксировать сам факт артобстрела. В последнее время противник также начал использовать воздушную разведку. И вот бойцы заметили, что если в небе появляются дроны, буквально через несколько минут начинается обстрел. Также противник стреляет по Красногоровке и Марьинке. Ведет огонь не только по позициям военных, но и по жилым кварталам. И вот есть информация, что накануне пулевое ранение получил один из местных жителей. Мужчина этот сейчас находится в больнице. Это самые последние новости. Алексей. Спасибо, Вениамин. Наш военкор Вениамин Трубачев с самыми последними новостями с Мариупольского направления. Вернуть к жизни при фронтовые территории. В Новопскове на севере Луганской области ремонтируют Дом культуры. Именно здесь проводят все массовые мероприятия. В городке не было боевых действий, но сотрудники говорят, что здание настолько долго не ремонтировали, что выглядит оно как после бомбежки. Завершить все работы планируют ко дню независимости. Финансирует ремонт местная власть, контролирует глава райсовета. За 8-10 лет уже и краска облезла, и штукатурка начала отваливаться. Капитально его отремонтируем, думаем, что хватит на 10-15-20 лет. То есть закроем проблему, сделаем красиво для людей, сделаем красиво для района, красиво для праздника. Независимо от того, какая ситуация в стране, какая ситуация в области, мы обязаны отпраздновать 85 лет района, потому что это дата районная, это история района, а историю мы не должны забывать. Ну а столичные состройщики ломают головы, как не снижать темпы из-за уменьшения спроса на первичку. Инфляция растет, он падает. Чтобы не останавливать работы, стройкомпаниям приходится находить разные способы привлечения инвесторов. Например, платить им дивиденды, завложенные в будущую квартиру деньги. Либо самим кооперироваться с банками и продавать квадратные метры в кредит. Программа, которую мы разработали, она называется «Награда за доверие». Человек, вкладывая денежные средства в покупку квадратных метров в Киевгурстрой, в любой момент может прийти и забрать эти денежные средства с процентами за тот промежуток времени, в которой деньги пролежали там. Вторая программа – это ипотечное кредитование. Минимальный процент вклада, максимальное количество лет для выплаты кредита. Любым объектом можно будет поучаствовать в этих двух программах. Взрыв посреди дороги. Трое погибших, один раненый. Инцидент произошел на трассе неподалеку от Самбара Львовской области. Известно, что в Мерседесе рванула самодельная бомба. Все подробности в материале наших корреспондентов. Все произошло в лесополосе неподалеку от Львова. Уже известно, Мерседес съехал с дороги и остановился. Четверо мужчин вышли из машины, подошли к багажнику. Практически сразу прозвучал взрыв. В полиции предполагают, взорвалась самодельная бомба. Рвануло так, что грохот слышали жители села в километре от места происшествия. В машине нашли тротиловую шашку и детонатор. Трое погибли на месте. Тело одного из них отбросило на 8 метров. Еще один мужчина получил серьезные травмы. Местные жители видели, как он пытался поймать попутку, но потерял сознание. У него есть важная черепно-мозговая открытая травма, перелом плечевой кистки. Хворец находится на штучной вентиляции легень, мозговый комик, стан его критичный. Личность пострадавшего устанавливают. Один из погибших – житель Мариуполя. Двое из Львовской области. Известно, что среди погибших был бывший правоохранитель. В его доме полиция уже провела осмотр. Версии происшествия полиция пока не называет. Выясняют, причастны ли погибших к каким-либо преступлениям. Ольга Теребинская, Виктория Балицкая, Михаил Зернюк. Львовская область. Подробности телеканал Интер. Новая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже почти сформировала правительство. Главным сюрпризом для всего мира стало назначение эксцентричного экс-мэра Лондона. Борис Джонсон возглавил МИД. На такое решение нелестно отреагировало уже не одно внешнеполитическое ведомство. А французский коллега Джонсона Жан-Марк Эрро вообще назвал политика лжецом, который обманывал британцев во время кампании за выход королевства из ЕС. Среди громких назначений и новый глава Минфина Филипп Хэммонт. Раньше, напомню, он был министром иностранных дел. Появилось и новое ведомство по вопросам Брекзита. Его возглавил евроскептик со стажем Дэвид Дэвис. Тереза Мэй пока последовательно в своих обещаниях. И среди новых членов правительства почти треть женщины. Скандал на рынке продовольствия с политическими последствиями. Вице-канцлеру Германии пришлось срочно прервать отпуск и объясняться перед избирателями. Почему, знает Татьяна Лагунова. Главный фигурант из скандала, в котором оказался замешан вице-канцлер Германии, два продовольственных гиганта страны. Более года назад концерн Эдека выразил желание поглотить своего конкурента Кайзерс. Антимонопольный комитет Германии добро не дал, мол, такое слияние снизит конкуренцию на рынке и может ударить по карману потребителей. И в дело вмешался вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль. Своим специальным решением он дал зеленый свет на проведение сделки. Суд усмотрел в решении политика необъективность и даже личную заинтересованность. И остановил слияние. В процессе принятия решения Зигмар Габриэль проводил тайные переговоры с представителями сторон, о которых никто не был проинформирован. Содержание этих переговоров нигде не зафиксировано. Неизвестно, о чем шла речь в деталях, но обсуждали разрешение на слияние. Узнав о решении суда, Габриэль срочно прервал отпуск и вернулся в Берлин, чтобы объясниться. Политик заявил, в тайных переговорах не участвовал. Решение принял, чтобы спасти рабочие места. Мне очень жаль, что тысячи работников торговой сети Кайзерс теперь будут жить в неизвестности. И я боюсь, что эта тупиковая ситуация приведет к тому, что концерн распадется, и работу потеряют от пяти до восьми тысяч человек. Этого я хотел избежать. Габриэль уже пообещал обжаловать решение суда, и это в первую очередь важно для его собственной политической карьеры. Лидер социал-демократов считается наиболее вероятным соперником Ангелы Меркель на следующих парламентских выборах. И подмоченная репутация ему совсем ни к чему. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Хилари Клинтон теряет поддержку избирателей. Как показывает последний опрос, проведенный несколькими американскими медиа, рейтинг бывшего госсекретаря США упал на шесть пунктов. Теперь у Клинтон и Трампа поровну. Около сорока процентов. Рейтинг Клинтон обвалил скандал с использованием личной почты в работе и его расследования ФБР. В Китае взорвали четырехкилометровую дамбу, а в Хорватии запретили носить шлепанцы в национальном парке. Об этом и не только. Посмотрите в нашем обзоре. Кокаин под соусом. Партию наркотиков в бочках с соусом сальса перехватили военные в Мексике. Мешки с кокаином обнаружили в каждой пластиковой емкости с приправой. Всего их перевозили 217. Какой объем нелегального груза, который следовал в Мексику из Эквадора, пока не объявили. В китайской провинции Хубей взорвали четырехкилометровую дамбу между двумя озерами. Таким образом, власти решили понизить уровень воды, поднявшейся после затяжных дождей. Чтобы подорвать дамбу, потребовалось 27 тонн взрывчатки. При подготовке было эвакуировано более полутора тысяч человек. Японские ученые придумали стул для тех, кто застрял в лифте. Небольшой угловой пуфик легко превращается в портативный биотуалет. На тот случай, если спасатели задержатся. Изобретение впервые показали на выставке товаров для чрезвычайных ситуаций. Стоит такое приспособление около 600 долларов. Большой сюрприз ожидал жительницу Калифорнии. В машине, которую она оставила на территории кемпинга, оказался медведь. Женщина вызвала полицию, и только через четверть часа спасатели смогли открыть заднюю дверь автомобиля. Незваный гость тут же скрылся в лесу. Медведь успел порвать обивку кресел и оторвать руль. В Хорватском национальном парке Плитвинские озера запретили носить шлепанцы и настоятельно рекомендуют не делать селфи. Требования ввели после ряда несчастных случаев. Недавно при падении с 70-метровой высоты погибла гражданка Словакии. Один канадец чудом уцелел. Большинство происшествий, говорят в администрации, происходит из-за неудобной обуви или попыток сделать оригинальное фото. Более 600 метров старой дороги отреставрировала группа архитекторов в Окленде, Новой Зеландии. Ее оборудовали как пространство для пешеходов и велосипедистов. Велодорожка теперь цвета фуксии, украшена сотнями LED-ламп и претендует на звание самой красивой в мире по версии архитектурного Оскара World Architecture Festival. Франция с размахом празднует день взятия в Астелии. На Елисейских полях прошел парад с участием иностранных военных. Так наряду с армейцами в строю маршировали воины-маори из Новой Зеландии, а пилотажная группа раскрасила небо в цвета национального флага. Этот праздник стал для французов символом единства и примирения. Больше никаких штампов о браке. Рада на вечернем заседании приняла изменения в закон о биометрических паспортах. ID-карточку будут выдавать с 14 лет, паспорт будет на украинском и английском языках, и в нем не предусмотрено место для штампа о браке. Вот такая у нас на сегодня последняя новость. Это были подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин